Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру по названию Mass Effect. Сегодня, прежде чем лететь на Наверию, я пообщаюсь с экипажем. Так сказать, я нейтрально отношусь ко всем членам своего экипажа. Ну и давайте посмотрим, что из себя... Ну, куда мы зайдем, отвечая нейтральной фразой. Так как, играя за героя, я всегда поддерживал экипаж, они многое мне рассказывали, там о себе. Играя за отступника, конечно же, со мной почти никто не захотел разговаривать. Давайте попробуем за нейтрального персонажа поговорить. Расскажи мне что-нибудь. Им не следует за. Ясно. А перейти на Л3 нельзя? Не думали снова лечь на операцию? Перейти на новую модель? Нет, спасибо, капитан. Один неверный надрез, и ты своего имени не вспомнишь. К тому же Л2 всё равно лучше. Л3 безболезненные, но мои способности снизятся. И раньше рак на горе свистнет, чем я опять свяжусь с филиалом Канатикса. Расскажи мне о Канатиксе. У вас с ними связаны плохие воспоминания, Аленка? Есть записи о курсах подготовки биотиков на нулевом скачке. Они все засекречены, потому что Альянс допустил ошибку. После первого контакта для отслеживания случаев облучения и разработки имплантатов был основан Канатикс. Как только у нас появилось посольство на Цитадели, Канатикс притащил экспертов. Так. Зачем они были нужны, эти эксперты? Есть причина, по которой люди не могли сами всё изучить. Не знали, с чего начать. Да на то, чтобы вообще связать биотиков с Ане, ушли годы. Едва можно было уследить, чтобы ребята руки-ноги себе не поломали. Ни о каком телекинезе и всём таком и речи тогда не было. Но учителей выбрали очень неудачно. Делаешь, что приходится? Наверняка Канатик сделал то, что считал лучшим. Для нас это было не лучшее. К нам притащили турианца, бывшего военного капитана Вернуса. Он был просто сволочь. Мог нас хоть пополам рвать, если это выявит хорошего биотика. Доводил нас до полусмерти. Но тренировкам это помогало? Но вы-то потрясающий биотик. Что-то он, значит, делал правильно. Я стал тем, чем стал, потому что перехватил инициативу. Хорошо то или плохо, Канатикс тут ни при чём. Ну да ладно, это дело прошлое. Я давно уже всё забыл. Мне надо возвращаться к своим обязанностям. Мы тут творим историю, а не рассказываем байки. Поговорим в другой раз, лейтенант. Капитан. Так, давай теперь с Лярой поговорим. Капитан, я так и не поблагодарила вас за то, что вы спасли меня от гетов. Если бы не вы. Всегда пожалуйста. Я рад, что мы оказались там вовремя. Я тоже. Я знаю, что вы рисковали, взяв меня на борт. Я же вижу, как ваши люди ко мне относятся. Они мне не доверяют. Но я не такая, как Бенезия. И сделаю всё, чтобы помочь вам остановить Сарена. Обещаю. Посмотрим. И тебе это нравилось? Я люблю свою работу. Мне нравится раскрывать забытые тайны истории. Вы прикоснулись к действующей технологии протеан. Вот почему вы так для меня интересны, капитан. Я вам интересен? Получит так, словно вы хотели бы препарировать меня в лаборатории. Что? Нет. Я не имела в виду ничего. Уф. Я... Я не хотела вас обидеть, Шепард. Я только хочу сказать, что вы были бы интересным образцом для глубокого исследования. Нет. Так ещё хуже. Я не серьёзно. Проспокойтесь, Ляра. Я просто шучу. Шутите? Ох. Святая богиня. Какая же я глупая. Наверное, вы считаете меня полной идиоткой. Теперь вам должно быть ясно, почему я предпочитаю работать с компьютерами и записями. Я вечно говорю что-нибудь неловкое в присутствии других. Пожалуйста, давайте сделаем вид, что этого разговора не было. Мне нравится. До свидания, Шепард. Так, ну-ка, я смогу снова с ней поговорить? У меня такое чувство, что вы хотите меня о чём-то спросить, капитан. Ничего важного. Я просто хочу поговорить. Конечно, Шепард. О чём вы хотите побеседовать? Понятно. Бене... Может быть, она решила, что объединившись с Сараном, в конце концов послужит большему благу. По крайней мере, я так надеюсь. Так, культура Азария. Чего больше узнать об Азарии? Наша раса первая открыла цитадель. Мы сыграли важную роль в формировании совета. При разногласиях в галактике мы всегда стараемся быть голосом мира и сотрудничества. Мой народ считает, что все мы часть единого галактического сообщества. Каждый вид вносит свой вклад в общее дело. Хотя мы стремимся к пониманию других видов, мало кто хочет понять нас. Галактика полна слухов и домыслов о нашем народе. Слухов? Большинство заблуждений вертится вокруг наших брачных ритуалов. Мы однополый вид. Для нас понятия мужчины и женщины не имеют смысла. Но для размножения нам требуется партнёр. Этот второй родитель, однако, может принадлежать к любому виду и полу. До свидания, Шепард. Так, мне осталось поговорить ещё с четырьмя членами экипажей. Так, во-первых, с Кроганом. Но с ним не так интересно. Уже всё, что можно было... Чего вы хотите, Шепард? Подожди, личный вопрос там... А там, в принципе, только два варианта было всегда отвечать. Ну да, там два варианта только всегда было. Нейтрального не было. Домашняя? О, скажите, что вы этого не слышали. Ваша сестра, я полагаю. До тех пор, пока я не вернусь домой и не прибью её. Это Сара, самая младшая. Не ожидала вас здесь увидеть, сэр. Думала, вы будете беседовать с этой... Как её? Ты с Сони? С Лярой? С чего вы решили? Ходят слухи, что вы с ней несколько сблизились. И я могу понять, почему. Команда недоступна, ведь устав не одобряет панибратство. А она... Ты так считаешь? Хотя бы похожа на женщину. Думаете, я заинтересовался Лярой, потому что она единственная, с кем мне позволено встречаться? Так значит, вы ею заинтересовались. Возможно, это просто политика? Она ведь дочь инопланетного дипломата. Приказ улыбаться большеглазым чудовищем? В чём дело? Я не хотел. Вы же пришли не мою личную почту подслушивать. Семья для вас, кажется, очень важна? Да, мы всегда были близки. Особенно с сёстрами. Папа постоянно был на службе. Я помогала маме их воспитывать. Вы воспитывали своих сестёр? Ваши сёстры с вами ещё разговаривают после того, как вы их воспитывали. Поразительно. Одно время между мной и Сарой отношения были напряжённые. А потом мы... Помирились. А вашего отца часто не было? Ваш отец не часто бывал дома. Семья разве не жила с ним? Папа всегда хотел служить в космосе. Но чтобы у нас под ногами была твёрдая земля. Говорил, в космосе красиво, но детей там не вырастешь. Покой не для меня. Я сушу до капли чашу странствий. Всегда страдал. И радовался полной мерой. С друзьями или один. Бродяга ненасытный повидал я многое. Чужие города, края, обычаи, вождей премудрых. Теннисон, верно? Я знал, что вы любите классику. Улис был папиным любимым стихотворением. Каждый раз перед полётом он записывал, как я его читаю. К отставке у него накопилось с десяток разных копий. Они ему до сих пор нравятся. Надеюсь, что так. Я каждый раз читаю их у него на могиле, когда попадаю домой. Папа умер несколько лет назад. Но, думаю, он смотрит на меня. Так что приходится вести себя хорошо. Вы же сказали, что он умер. Ну, вы же понимаете? С небес. Или называйте как хотите. Для вас же это не проблема, что я верю в Бога. Это не мое слово. Но вера, это ваше дело. Я ваш командир, а не нравственный ориентир. Просто мой командир и всё? Это мы ещё посмотрим. Что вы сказали, Уильямс? Я? Я ничего не сказала, Шкипер. Мне надо возвращаться к своим обязанностям. Не хотела отнимать у вас столько времени. Поговорим позже, Уильямс. Буду ждать, Шкипер. Капитан, рад вас видеть. Расскажи историю. Много пришлось повидать. Ну, с вами не сравнить. Но, да, кое-что интересное было. Ну, не снилось. Расскажите о каком-нибудь увлекательном случае. Да вот хотя бы дело одного саларианского генетика. Дело было довольно неприятное. Как это? Что случилось? Почему он оказался под следствием? Мне поручили заняться чёрным рынком на Цитадели. В основном там всё было тихо. Ничего такого, чтобы требовало внимания. Но в ходе расследования я натолкнулся на рост торговли органами. Ими всегда торговали, но не в таком количестве. Непонятно было. То ли появилась новая подпольная лаборатория, то ли какой-то психопат-потрошитель. Это обычное дело? Мы встречались на Цитадели. Время от времени какая-нибудь лаборатория распродаёт излишки. Но это не так плохо, как психопаты. Помню одного дипломата Элкора, которого мы взяли в мой первый год службы. Убивал местных жителей и продавал их органы. Всю станцию держал в страхе. Но с генетиком всё оказалось не так просто. Гораздо сложнее, чем мы сперва думали. А что выяснилось? А там ничего. Ни сердец соларианских, ни турианских печеней, даже кроганских яиц не было. И что вы сделали с генетиком? Задержал кое-кого из его работников. Чтобы проверить, вдруг заговорят. И при беседе с одним из них наткнулся на кое-что подозрительное. А, что же? У одного из задержанных во время допроса началось мощное кровотечение. Мы предложили перевязать, а он впал в бешенство. Как с катушек съехал. Я велел провести ему полное медобследование. Врачи нашли у него по всему телу надрезы. Частью свежие. Вот это был прорыв. Эти ребята были не просто работниками. Саля, он использовал их как пробирки. Ходячие, живые пробирки. Пробирки? Он выращивал органы в телах своих работников? Точно. Клонировал органы внутри их собственных тел. А потом вырезал и продавал. Большинство жертв были бедняками. Он платил им небольшой процент с продаж. Но только если органы выходили качественно. Порой орган вырастал не так, как надо. И он оставлял его им. Большинство из них были инвалидами. Но только внутри. Снаружи ничего не видно. Вы его допросили? Надеюсь, он получил то, чего заслуживал. Это-то хуже всего. Мы его так и не поймали. Что? Что случилось? Он слинял. Взорвал лабораторию. Прихватил с собой часть сотрудников. И двинул к ближайшему космодоку. Когда я это понял, его корабль уже отчаливал. Он угрожал убить заложников, если мы что-то предпримем. Они его просто отпустили? Ясно. Нет. Но дать ему так просто улететь. Все, что надо было, задержать корабль. Не дать ему сбежать. Заложники, может, погибнут, может, нет. Но мы хоть взяли бы ублюдка, который во всем этом виноват. Нелегкий выбор. Пожалуй, я понимаю обе стороны. Но что сделано, то сделано. Пожалуй. Теперь уж что об этом вспоминать. Мне просто жаль, что я не смог его остановить. Вот и все. До свидания. Мне надо идти. Капитан. Так, хорошо. А теперь поговорим с стали. Шепард, хорошо, что вы здесь. Так. У вас счастливый вид. Я снова видеть вашу улыбку. Я стала гораздо лучше спать. Привыкаю к тому, как у вас на корабле тихо. Я все еще много думаю о своем паломничестве. Хотя знаю, главное это Саран. Но на каждой планете я ищу что-нибудь, что смогу привезти на флот. Что, например? Что вы надеетесь найти? Обычно все привозят старые корабли на металлолом. Но я должна найти что-то более серьезное. От меня многого ожидают. А почему? Чем вы так отличаетесь? Дело в отце. Он старший член коллегии адмиралов. Один из пяти, кто ради блага мигрирующего флота может отменить решение конклава. Мой отец отвечает за 17 миллионов жизней. В его руках вся наша раса. А я его единственный ребенок. А, так вы королевской крови? То есть, вы наследница Кварианского трона или что-то в этом роде? Нет, у нас все не так. Должность моего отца не наследуется. Я сама вряд ли когда-нибудь попаду в коллегию адмирала. Официально я такая же, как все. Но на деле все выходит иначе. Из-за отца ко мне всегда относились по-другому. И я не знал. Наверное, надоело, что люди судят меня потому, чья я дочь. Все ждут, что я в своем паломничестве совершу что-то великое. Что-то, что навсегда изменит нашу жизнь к лучшему. А если нет, значит я провалилась. Что будет плохо и для меня, и для моего отца. Надо что-то менять. Что мы должны привести, чтобы все были счастливы. Что-то, что поможет нам лучше понять, Гетта. За время нашего изгнания они сильно изменились, так как продолжают эволюционировать. Мы очень стараемся их изучать. Но это не так просто, они очень скрытны. До недавнего времени они не выходили за пределы Буали. А все, с кем мы сталкиваемся, находятся под контролем Сарана. Нам нужно отыскать Геттов, которые бы действовали сами по себе, независимо. Но я не хочу мешать вашей миссии, Шепард. Сначала остановим Сарана, а потом уже я могу заняться своими делами. До свидания. Увидимся. Ладно. На этом я думаю закончу свой разговор с экипажем. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.